МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом ЮЭТВ рассказал спикер штаба АТО Олег Сушинский. В частности, на рассвете минами 82-го калибра боевики полчаса накрывали опорный пункт украинских армейцев в Толоковке. Это поселок в 13 километрах от Мариуполя. За прошедшие сутки военные насчитали почти полсотни вражеских провокаций, большинство на Приморском участке фронта. Там оккупанты били из танков и выпустили более 130 мины из минометов калибров 120 и 82 мм, сообщили в Министерстве обороны. Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб 40-летний защитник Украины. Один воин получил боевое травмирование. Состояние его здоровья – средней тяжести. Вследствие вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, и еще один получил боевое травмирование. Военные доставлены в медицинские учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное. Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу. Об этом ЮЭТБ рассказал глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин. По его словам, сотрудники в сопровождении наблюдателей АБСЕ приехали на станцию, где уже запустили насосы и наполняют водой резервуары. И уже совсем скоро вода пойдет в Авдеевку и в соседние населенные пункты. Люди работают там. Наблюдатели с обеих сторон стоят, то есть происходит зеркальное патрулирование. Сотрудники будут работать до пяти вечера. После этого я получу информацию, на каком они этапе. Но когда будет вода, я, к сожалению, не знаю. Я напомню, что работу Донецкая фильтровальная станция прекратила в среду, 18 апреля, в связи с обстрелом накануне автобуса с сотрудниками предприятия. Ранены пять человек. Станция находится в 12 километрах от оккупированного боевиками Донецка на нейтральной территории. Она обеспечивает водой более 350 тысяч жителей Донецка, Авдеевки и соседних населенных пунктов по обе стороны от линии разграничения. 37 человек погибли, 62 ранены в результате двух терактов на центре регистрации избирателей в Афганистане. Об этом сообщают правоохранительные службы страны. Первый взрыв произошел около 10 утра по местному времени в Кабуле. Там погиб 31 человек и 52 ранены. Теракт совершил смертник. Ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство». Ну а через два часа самодельное взрывное устройство сработало в провинции Баглан. Там шесть человек погибли и десять ранены. 7 июля в Афганистане пройдут парламентские выборы. Регистрация избирателей на них началась уже в прошлую субботу. С того времени в стране произошло пять атак. Я и трое моих братьев были ранены в результате взрыва после того, как мы пришли сюда, чтобы получить наше удостоверение личности. Единственное, чего мы хотим от этого правительства, это улучшение ситуации и мир в стране. Теракт у Центра регистрации избирателей в Кабуле уже осудил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Североатлантический альянс поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом и за демократию. 49 человек задержала полиция во время протеста в Ереване. Среди них лидер акции оппозиционер Никол Пашинян. Правоохранители отцепили центральную площадь и применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. Что сейчас происходит в Ереване, вы можете видеть на экране. Это прямая трансляция. Сегодня утром встретились Никол Пашинян и премьер-министр Армении Серж Сарксян. Договориться не удалось. Акции проведения в Ереване продолжаются уже десятый день. Среди требований протестующих отставка премьер-министра Сержа Сарксяна. Оппозиция обвиняет его в коррупции и распределении власти между родственниками. Чемпионат мира по хортингу. Это боевое искусство, созданное в Украине, проходит в Латвии. Участники – мужчины, женщины и дети – соревнуются 250 спортсменов из 15 стран. Все подробности об этом знает мой коллега Олег Шумейко. Украинский национальный вид спорта хортинг продолжает завоевывать популярность во всем мире. После чемпионатов мира в Польше и Украине третье первенство планеты проходит в Латвии – в Даугавбилсе. В чемпионате мира принимают участие 250 спортсменов из 15 стран. Большинство участников из Украины. Спорт объединяет людей. Он заряжает, он формирует молодых девушек и парней. Не только как личности, он готовит их к защите Украины. Наша страна сейчас переживает тяжелые времена. И это можно считать элементом подготовки. Поединок проходит на хорте. В первый день чемпионаты мира определяют лучших в разделе схватка. Во второй день вместе с захватами, бросками, болевыми и удушающими приемами участники продемонстрируют и ударную технику. Первым чемпионом латвийского турнира стал представитель Украины. Игорь Няговский побеждал и на предыдущих чемпионатах мира. Есть пословица, что всегда везет победителю. Но все-таки без везения, я считаю, выиграть тоже. Но всегда есть доля везения. Потому что анализируя свои предыдущие бои, там где-то выиграл у сильных соперников, то думаю, что чаша могла склониться как в их, так и в мою сторону. Просто мне в тот день везло больше. Свои силы здесь пробуют и дети. В самой младшей и самой легкой весовой категории чемпионкой мира стала 9-летняя Елизавета Колотыла. Она занимается еще и танцами. Чемпионка Украины в виде контемп. Каждая девочка должна защищать себя сама. Я сначала хотела попробовать, что такое хортинг, потому что мой брат занимался им. Я попробовала, и мне сказали, я обязательно стану чемпионкой мира. В заключительный день соревнований участники чемпионата мира будут сражаться за медали в разделе «Поединок». Олег Шемейко, Тимофей Сорокин, Даугав Пилс, Латвия, UATV. Духовность и культура под одним готическим сводом. В Киевском доме органной музыки, здании костела Святого Николая, проходят как богослужения, так и классические концерты. Уникальная атмосфера старинного здания, построенного 110 лет назад, ставит его в один ряд с наиболее выдающимися архитектурными памятниками украинской столицы. Моя коллега Оксана Опрышко изучила историю старинного костела и выяснила, как его создатели в своем проекте совместили искусство и бизнес. Все подробности далее в сюжете. Утонченные шпили башен, окно роза над центральным входом. Эти элементы готического стиля в первоначальный проект внес киевский архитектор Городецкий. Фасад оживил ажурной лепниной, изображениями святых, украсил ящерицами и грифонами. Все скульптуры по эскизам Городецкого изготовил известный миланский скульптор Элио Саля. Из нового в то время материала – цемента, рассказывает руководитель Музея истории города Киева Людмила Мороз. Не исключает, при декорировании костела архитектор сочетал творчество с маркетингом. «Цемент, бетон были новыми материалами в начале 20 века. Городецкий тогда был совладельцем цементного завода. Применив бетон в отделке фасада костела, архитектор показал его возможности и преимущества. Прекрасный храм стал рекламной акцией, еще не распространенному стройматериалу». Городецкий и возведенный им костел занимают особое место в Музее истории Киева за самобытность и новаторство. Городецкий любил укращать сложные ландшафты. Именно таким был участок, на котором предстояло возводить костел. И тогда архитектор прибегает к революционному в то время инженерному решению. При строительстве костела Святого Николая в Киеве впервые в Европе применили железобетонные буронабивные сваи. Здание получило прочную основу на зыбких грунтах. Обычный ленточный фундамент мог не выдержать вес такого высокого и массивного сооружения. С приходом в Киев большевистской власти костел закрыли и разворовали. В 30-е годы в нем оборудовали склады. Во время Второй мировой войны костел пострадал от арт-обстрелов, но устоял. 40 лет назад здание реконструировали и переоборудовали под концертный зал органной и камерной музыки. Когда в 79-м году вышло постановление правительства о создании в Киеве республиканского дома органной и камерной музыки, то реставрацию делали по старым чертежам. Фасад костела сохранил первоначальный вид. В интерьере иконостас заменил орган. Уникальный инструмент, уверяют музыканты. Производит неограниченное количество тембров и оттенков звука. Музыка получается объемной. Звучащая часть органа – это трубы. Те, которые вы видите на фасаде, это всего лишь один регистр из 55-ти. Одна из самых маленьких труб имеет высоту 13 мм. И ее звучание практически слышится уже на грани слышимости человеческого уха, то есть это практически ультразвук. Самая большая деревянная труба имеет 6 метров, и ее звучание уже ощущается как вибрация. В начале 90-х в костеле возобновились богослужения римско-католической общины. В 2001-м во время визита в Киев храм посетил Папа Римский Иоанн Павел II. Он сюда заезжал, он молился возле иконы Матери Божьей. Величественный и грациозный костел уже почти 30 лет объединяет веру и искусство. Днем звучит Слово Божье, а по вечерам – шедевры органной музыки. Оксана Апрышко, Руслан Белозеров, Тимофей Сорокин, UATV. На этом у нас пока все. Все важнейшие события сегодняшнего воскресенья обязательно попадут в объективы наших видеокамер. И мы расскажем вам об этом в наших эфирах. Но больше новостей в режиме онлайн смотрите на сайте канала UATV.UAT. Через два часа в этой студии мой коллега Станислав Листопад. Я же прощаюсь с вами. Берегите себя и Украину. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok